Алина и Сергей были женаты уже 8 лет, но любили друг друга, как в первый день совместной жизни. Для Рублевки такой крепкий брак казался настоящим чудом. Удивительно, но они даже никогда не ссорились, тем более, что у Алины был мягкий и уступчивый характер. Сергей руководил собственным успешным бизнесом. Алина не работала. Чтобы не скучать, она часто путешествовала. Много времени занимали поездки в Милан, на шоппинг. В их семье стало традицией, что два раза в год Алина отправляется в Италию на неделю моды за обновками. В тот день она сама как раз вернулась из такой поездки. Было 11 часов утра. Зайка, привет. А я уже прилетела. А ты уже уехал. Жаль. Я так соскучилась. Да. А в Милане? Да ничего. Ну, погода. Дожди только. А я себе шубу купила. Нет, ничего больше не было путного. Ты когда придешь? Ой, давай поскорее, роднож. Я так соскучилась. Угу. Что? А. Ну, хорошо. Да, золотой мой. Ну, давай, пока. До вечера. Маш. Маша. Чего свет-то горит? Маш. Почему вода льется? Маш. Кто здесь? Господин. Мамочки. Что? Маша. Маша. Там. Что, Алина Васильевна, что случилось? Труп там. Покажу. Пожелание в полицию. Хорошо, хорошо. Господин. Я тогда жутко испугалась. Выбежала на улицу, меня просто все трясло. Я думала, что ничего уже страшнее просто и быть не может. Но я ошибалась. Алина никогда раньше не попадала в такие ситуации и была в панике. Но домработница не растерялась и сразу вызвала полицию. Только увидев людей в форме, Алина согласилась вернуться в дом. Итак, вас целую неделю не было дома, верно? Верно. Я была в Милане, прилетела сегодня утром. А самолет ваш когда приземлился-то? 9.15 где-то. А муж ваш где? Муж мой на работе, я ему звонила. Он тоже в шоке. Алина Борисовна, скажите, вот... Эту девушку вы знаете? Нет, не знаю. Ну, мне кажется, вы как-то невнимательно посмотрели. Я просто боюсь покойников. Она не покойник, она жива. Без сознания, правда. Сейчас в реанимации. Вы уж посмотрите повнимательнее, пожалуйста. Нет, я ее не знаю, первый раз вижу. Ну, может, у вас есть какие-нибудь предположения? Может, это знакомая вашего мужа? Голая девушка с пробитой головой? Нет, у моего мужа нет таких знакомых. А с мужем у вас какие отношения? Сможем? Да идеальные. Впрочем, я не понимаю, какое-то имеет отношение к делу. Ну, вот какое-то и имеет отношение. Вы знаете, у нас на каждом доме стоят камеры. В отдельном доме сидит охранник, следит за мониторами. На территорию нашего дома просто так вот, незамеченным, попасть невозможно. Вы проверьте записи. Обязательно проверим. А когда ваш муж вернется-то? Ну, я звонила ему час назад. Едет, скоро будет. Только не понимаю, какое отношение имеет дело и как он вам поможет. Ну, откуда вы знаете? В вашей жене было целой нить. Это, может быть, ваша жена не знает, где вы и что вы в ее отсутствии. А я-то о своем мужа знаю все. Вы вот поговорите с охранником лучше. Поговорим. Поговорим. Знаете, что я вот заметила? Когда я подходила к дому, дом был на сигнализации. Я лично набирала код. Как эта девица попала сюда? Сигнализация бы сработала. Вот это нам и предстоит выяснить. Вы не волнуйтесь, мы разберемся во всем. Ну, а сейчас бы я хотел поговорить с вашей домработницей. Пожалуйста. Мне этот следователь сразу не понравился. Все эти вопросы про наши отношения. Ну, к чему все это? Ну, вот мне было как-то тревожно. Как будто бы ощущение, что надвигается катастрофа. Да, это было настоящее предчувствие. Пока следователь разговаривал с Марией, Алина отправилась на кухню выпить чашку кофе. Заян, ты, может быть, как я испугалась. Не представляешь, я была совсем одна дома. Все, малыш, все, я приехал. Как же ты? Следователь со мной встретился, показал фотографии. И что? Вижу первый раз. Пошел какой-то. Чаю будешь? Налей. А во сколько ты сегодня уехал? Часов восемь. А что так рано? Боялся в пробки попасть. Я, знаешь, я только одно не могу понять. Как она сюда попала? Слушай, а вещи. Она же, она же была абсолютно голая. Где ее верхняя одежда? Да вещи были в сумке рядом с шезлом. То есть ты хочешь сказать, она пришла, сняла свои вещи, сложила их и пошла искупаться? Ну, бред какой-то. Может, ее вообще ударили? Не у бассейна, может, ее подбросили? Ну, как можно подбросить живого человека? Ну, ну, как ее принесли в дом? У нас только сигнализации в доме. Слушай, последние месяца два вокруг меня Петров странно себя ведет. Вот, короче, Алина, похоже, бизнес мой собирается отжать, я это чувствую. Поэтому я не удивлюсь, если подбросили. Знаешь, как они прессовать умеют? Петров прокурор. Ты говоришь, сигнализация. Вообще не знаешь, что она скажет, когда придет в себя. И что теперь делать? Ну, во-первых, тебе надо уехать. Поедешь во Францию, а лучше еще куда подальше. Не знаю, Алина, ну как? Ну как, я тебя не оставлю, ну ты что? Поедешь и будешь сидеть там два месяца, тихо. Понимаешь, малыш, я не знаю, как я тебя люблю. Они всегда бьют в самое больное место. А если ты уедешь, у меня появится свобода маневра. Когда я все разгребу, ты вернешься. Хорошо? Сергей всегда знал, как правильно поступить. Я решила его послушаться. Просто не успела уехать. Да, мне нужен дом на два месяца. И как снимешь, возьми билет на Ниццу. Ну все, Галя, действуй. Я вас слушаю. Собрались за границу. Да, а что? Вам нужно задержаться в Москве. Ой, я уже обвиняемая? Вы свидетель, но можете стать ей подозреваемой. У меня, между прочим, алиби. Алина Борисовна, в вашем доме найдена девушка в тяжелом состоянии. Да я без понятия, откуда она здесь взялась. Я вам сказала, поговорите с охранником. Зовут его Семен. А Семена нет. Ну что значит нет? Он уехал два дня назад. Взял отгулы в деревню. То не может быть. У него там что-то случилось. А вот камеры ваши не работали. Их семь штук развешаны, он по дому, по всему. Так вот, ни одна из семьи не работала. Их отключили позавчера. А еще в вашем доме ни на одной из дверей нет следов взлома. Это значит, что если посторонний проник вам в дом, то он знал, как отключить сигнализацию. Да. Поэтому, Алина Борисовна, завтра приезжайте ко мне в 12. Да, но я не могу. И еще, Алина Борисовна, я хотел вам сказать по поводу... Хотя, ну, это и завтра. До свидания. До свидания. Эта история казалась мне все более странной. Семена нет, камеры отключили. А главное, что эту девушку вообще никто не знает. У меня, конечно, тогда мелькнула одна догадка. А уже потом это, к сожалению, оказалось правдой. Наконец, этот бесконечный день закончился. Сразу наморилась усталость. Но все мысли обитателей дома теперь крутились вокруг сегодняшнего происшествия. А ты Семену сегодня звонил? Сто раз. Мобильное у него не отвечает. Ну, а домашний у него есть? Где, в деревне? Навряд ли. Сереж, он точно к этому причастен. Он же не просто так уехал. Он говорит, что с мамой что-то. Нет, Сереж. Это он ее убил. Жива она, Алин. Я звонил в больницу. Сказали, что в коме. Ты звонил в больницу? Это произошло в нашем доме. И мне это не безразлично. Я спросил он их, если нужны какие-то лекарства, любые. Я все оплачу. Ты такой добрый. Наверное, в бизнесе нельзя быть таким. Ну, ничего, Алин. Прорвемся. Главное, что мы вместе. Ну, да, конечно. Я только вот переживаю за тебя, за твое сердце. Давление меряю? Нет. Маша! Маш, тонометр принеси, давление померяю. Хорошо. Я завтра иду к следователю на допрос. Мы же договорились, что ты улетишь. Он мне повестку дал. Да какая память, что Филькина грамота? Пока ты не дала подписку, а не выездить. Ты вообще можешь посылать их всех на три веселых буквы? Ну, хорошо, хорошо. Ну, не волнуйся, пожалуйста. Ну, ну, что-то тебе нельзя. В этот момент мне показалось, что как будто бы Сергей Маша что-то показал. Ну, вот типа, молчи. Вот так вот палец гувам поднес. Ну, это было настолько невероятно, что я подумала, что это мои галлюцинации. Я ведь тогда еще ни о чем не догадывалась. Несмотря на требования Сергея, Алина не рискнула выбросить повестку. Билеты за границу еще не были куплены, и она решила все-таки съездить на допрос. Там ее ждал сюрприз. Света, привет. А что ты тут делаешь? Привет, подруга. Как ты, держишься? А ты уже в курсе? Ну, конечно. Вся Москва гудит. Ну, я пойду. Подожди, а что ты тут делаешь? А ты что здесь делаешь? Я на допрос пришла. Ну, вот и я на допрос пришла. А что-то случилось? Это у тебя случилось, дорогая. Ну, а ты-то тут при чем? Господи, они уже и моих подруг на допросы вызывают. Слушай, я себя очень плохо чувствую. Ты прости, но я пойду. Подожди. Ну, что ты такая заплаканная? Я тебе потом позвоню. Давай. И тут я разозлилась. Светлана была моей лучшей подругой и совершенно не имела никакого отношения к этому делу. Я подумала, зачем они ее таскают на допросы? Поэтому в кабинет к следователю я зашла в ярости. Давайте еще раз все проверим. Итак, вы пришли вчера домой в 11 часов утра. Лампочка на двери, сигнализация горела. Вы набрали код. Кстати, код знаете только вы, ваш муж, домработница и охранник. Именно. А моя подруга, так и запишите, его не знает. Подруга? Светлана Никифорова, которую вы только что с какой-то радостью вызывали на допрос. А, Светлана Никифорова, ваша подруга. Интересно у вас подруга. А Сережа, похоже, был прав. Это действительно похоже на какой-то заговор. Скажите, кто за вами стоит? За мной стоит Российская Федерация. А конкретно? А конкретно, Алина, вы вчера сказали, что моя жена не знает, что я тут делаю. У вас это за дело? Больный вопрос? Я вот не пойму, вы или притворяетесь, или действительно не знаете, что происходит? А что я должна знать? Девушка, которую вчера нашли возле бассейна, ее зовут Марина, ей 25 лет. Она любовница вашего мужа. Кто она? Любовница. Он сам об этом рассказал. Она была вчера у него. Утром он уехал, она осталась. Это уже потом, когда вы нашли ее с пробитой головы возле бассейна, ваша домработница Мария позвонила ему и спросила, что делать с вещами. Ну, он сказал вещи собрать в сумку и отнести сумку в бассейн. Наверное, не хотел, чтобы вы нашли вещи у себя в спальне. Мария все так и сделала. Мне очень жаль. Все, я ничего больше не хочу говорить. А мне и не надо. Только подпись вот здесь поставьте. Я могу идти? Наверное, зря про жену-то, а? Ну, вы правы. Наши жены не знают, чем мы занимаемся. И вы не знаете ничего про своего мужа. И не думайте, что всем мне этим приятно заниматься тут. Я бы не хотел, чтобы моя жена пережила подобное. Идите. Всего хорошего. До свидания. Он смотрел на меня с таким золорадством. А я думала, я не должна заплакать. Я не должна заплакать. И я не заплакала. Как ни была потрясена Алина, она услышала главное. У Сергея была любовница. И домработница Мария об этом знала. Поэтому она сразу поехала в дом. Значит, позвонила ему, спросила, что делать с вещами, да? Алина Борисовна. А потом бегала по всему дому и собирала ее трусы и лифчики, а? Тварь. А что ты еще собирала? Помады и прокладки ее собирала? Дрянь. Это пока я сидела в гостиной, ты бегала и собирала все это дерьмо. Алина Борисовна, я не виновата. Алина Борисовна, я не виновата. А когда меня не было, как ты ее называла, а? Как ты ее называла, пока меня не было? Госпожа называла? Хозяйка называла? Кофе ей наливала? А забыла? Забыла, что я тебя с рынка взяла, привела домой, пожалела? Что я... Что у тебя даже пальто зимнего не было? Алина Борисовна, что я тебе все одела? А что мне было делать? Что мне нельзя было сказать? Нет, что вы! Он сказал, выгонит меня, если я вам расскажу. Как долго все это происходит? Три года. И часто он здесь приходила, сюда? Ну, приходила в гости каждый раз. Ну, когда вас не было, конечно. Ну, я думала, вы знаете, она же... Что? Ну, она же двоюродная сестра. Чья сестра? Ну, Светланы вашей. Светланы? Это моей подруги? Так она же их и познакомила. Она приходила к нам в дом. Ой, часто приходила. Я виновата. Виновата, Алина Борисовна, простите. Правда, я виновата. Ну, что здесь... Светка, значит. Да, да, да. Ну, ну. Никому не пожелаешь узнать такое о лучшей подруге и о собственном муже. Короче, я тут же поехала к Свете. Ну, здравствуй, подруга. Виделись уже. Ну, ты сука. Надеюсь, драться не будем? Да стоило бы тебе морду-то начистить. Ой, да ладно. Прям такое открытие. Кого ты из себя строишь? Кого ты из себя строишь? 14 лет считалась моей лучшей подругой. А сама что, ненавидела? У тебя мания величия. Теперь я понимаю, почему ты на моей свадьбе такая кислая сидела. Что, не ты мужика крутила? Мордой не вышла для таких мужиков. Так что, решила свою сестру подложить? Такую же шлюху, как и ты. Бога, побойся, она в коме вообще-то. Это ты мне о Боге говоришь, да? Вот ты знаешь, я давно за вами наблюдаю. Вот осточертил мне этот спектакль. Лапочка, зайка, фу! Да все ты знала. Просто тебе удобно было. С виноватого мужика на ворота больше. Так это я тут главная злодейка, да? А скажи, а какой твой интерес-то в этом был? Ты что, думала, что она отобьет его? А тебе и денежки достанутся? Никто у тебя его отбивать не собирался. Она его бросить хотела. Он тварь еще та. Вечная теоргия. Я ей говорила, нафиг тебе этот урод. Какие теоргии? Что ты несешь? А ты что, думала, она у него единственная? Сейчас! У него еще целый взвод. Он и его дружок. Прокурор Петров. Вечно соберутся в бассейне и гудят всю ночь с голыми телками. Он поэтому камеры и выключал. А Марине он сказал, что это ему для бизнеса надо. А он типа ни при чем. Так она их застукала и сказала ему, хватит. Только ты можешь такое терпеть. Блин, если она не очнется, я вам такое устрою. Да пошла ты! Я ее мужа ненавидела. Двуличный, наглый. Он моей Маринке жизнь испортил. Она мне жаловалась, что он ее даже бил. А когда она решила уйти от него, он ей начал СМСки с угрозами слать. Я решила рассказать об этом полиции. Я вышла от нее как в тумане. Значит, выходит, он мне не только с этой девкой изменял, а еще и урки устраивал. Просто не знала, как посмотреть ему в глаза. После разговора со Светой Алина чувствовала себя очень слабой. Ей совсем не хотелось возвращаться. Дом внезапно стал чужим. Но деваться было некуда. А я волновался. Светка сказала, что ты давно уехала. По городу каталась. Слушай, я не хотел, чтобы ты узнала. Думал, во Францию улетишь, вернешься месяца через два, все уже устаканится. Извини. Это все, за что ты хочешь извиниться, да? Ну, давай не будем, как дети. Че тут говорить, все и так понятно. Да что тебе понятно? А я не хотел с тобой разводиться. О, какое счастье. Он не хотел со мной разводиться, а я вот с тобой собираюсь разводиться. Да ладно, не болтай. А мне что, нет причин для этого? Ну, причин, конечно, есть. Только я думаю, ты не будешь этого делать. Ты ведь помнишь про брачный контракт? У тебя ничего нет. Мне положена хорошая компенсация. Ну, если ты будешь инициатором развода, то ты не получишь ничего. Кстати, а ты что собираешься делать после развода? Там у тебя в Воронежской квартире сколько там, пять человек в одной комнате? Так что не горячись. Так ты мне ничего не дашь? И если ты подашь, наверное, развод, нет, конечно, все по закону. Ну, что, муж изменил. Да, но ведь это как посмотреть, у меня тяжелая работа, мне же расслабляться надо. Ну, так у всех. Что, не дело из этого трагедии. А ты изменился. Раньше ты таким не был. Да ладно тебе. Не преувеличивай. Да, у меня были любовницы. Но ведь и ты хорошо пожила. Путешей остолен. Шубы себе покупала. А я ни в чем не скупился. И что? Будем ломать привычный уклад жизни только из-за того, что у тебя старомодные представления о верности. Не верю. Это все какой-то сон. А мы поговорим об этом только после. У меня сейчас голова кругом идет. Кто хотел ее убить? Зачем? Как они вообще в дом пробрались? Мне в тот момент вообще не до разборок было. Я в больницу позвонил. Сказали, Марина в коме. А я все время думал, она успела увидеть, кто ее ударил. Или не успела. И что скажет, если очнется. Я легла спать в гостевой комнате. Всю ночь проплакала. Но оказалось, что наши главные сюрпризы еще впереди. Следующий день выдался дождливым и мрачным. Настроение Алины тоже было похоронным. Она дождалась, пока Сергей уедет на работу, и только тогда вышла из комнаты. Алина Борисовна, простите, пожалуйста, вы не представляете, как я мучилась. Ну а что мне было делать? Откнись. Алина Борисовна, скажите, а ничего не известно ну об этой Марине? Она пришла в себя. Чего так беспокоишься? Боишься, что она заговорит? Я? Я и знаю, что ты в нее влюблена. В кого? Сергея. Я вот только думаю, как же тебе тяжело было прислуживать этой молодой любовнице. А потом ты не выдержала. Шарахнула ее по башке. И уехала. А в одиннадцать вернулась. Алина Борисовна, ну Сергей Евгеньевич действительно мне нравится, это правда. Ну вот... А следователю ты об этом сказала? Нет. А сказала о том, что обычно ты приходишь в девять, а в этот раз почему-то в одиннадцать. Так Сергей Евгеньевич сам меня попросил прийти попозже, ну чтобы я не шумела. Какое совпадение? Ну, Борисовна. Вот теперь я понимаю, почему двери остались нетронутыми. Кот-то ты знала. Так и Семен знал. Да, только у Семена не было мотива. А у тебя был ревность. Тогда и у вас был. Я в это время, милочка моя, была в воздухе, когда ее по голове ударили. Да не трогала я ее. Ну не трогала я ее. Вначале я это говорила, чтобы ей побольнее сделать. А потом подумала. А что? Убедительно. Но тут раздался телефонный звонок. Алло. Знаешь что? Мое терпение кончилось. Твой муженик трубку не берет? Так я тебе скажу. А ты ему, пожалуйста, передай. Слово в слово. Матвейку вы не получите. Чего мы не получим? Да твой урод за копейку удавится. И дело не в отцовской любви. Пусть лапшу на уши не вешает. Он боится, теперь элементы ему придется платить. Так нам не нужны его элементы. Матвей наш. Какой Матвей? Сын твоего Сергея и Марины. Если она не очнется, я его усыновлю. Я просто так не сдамся. Ребенка вы не отберете. Слышишь? Не испытывайте мое терпение. Я такого шума наведу, что всем тошно станет. Так ему и передай. ты знала про Матвея? Знала. Сколько ему? Ты котика-то похожа. Ты котика-то похожа. Обупить. Нет, ну я уже не знала, как реагировать. Нет, вы представляете, вся жизнь перевернулась. Не успела Алина переварить очередную новость, как вернулся Сергей. Он был очень раздражен. Оказалось, он ездил не на работу, а на допрос. У них версия новая о граблении. Ну, мол, грабители не знали, что она дома, но думали, что никого нет. Залезли, а там она. Я им говорю, я в восемь утра уехал, дом закрыл, автоматом поставил на сигнализацию, на машинальную часть. Ну, как они туда могли? Как? Потом ничего не пропало. Они говорят, нет, вы проверьте. Что проверить? Ну, все ли цело. Бриллианты твои как? Бриллианты на месте, шубы тоже. Ну, вот и я говорю, как был закрыт сейф, так и закрыт. Хоть его взрывы. Светлана звонила. У меня тоже сорок неотвеченных вызов. А что там за история с ребенком? Не очнется, я ближайший родственник. Светлана хочет его усыновить. Усыновить? Она хочет 16 лет от меня денег получать. Ну, это хрен-то ей. Хочу ребенка забрать. Знаешь, какие аппетиты? Сергей, а ты вот всегда был такой скотиной? Или только потом стал? Так не надо. А что ты мне еще расскажешь? Чего я не знаю? Ладно, я пошел. А ребенка здесь не будет. Между прочим, это мой сын. Ребенка здесь не будет. А, слушай, ты что думаешь? Я ничего не знаю. Что ты знаешь? Ну, вот эти вот твои воспаления, поездки за границу на лечение. Это все ложь. Я давно твою врачиху подкупил и все выяснил. Ну, что ты выяснил? А то я выяснил, что детей иметь не можешь. Все сказки твои, мальчики, девочки. Где мы будем детскую делать? Ты, когда за меня замуж шла, уже это знала. Ты уже тогда знала, что никогда у тебя не будет детей. Потому что это ты была, скотина. Ты, скотина, была. А не я. Это я узнал еще семь лет назад. Расстроился. Но я тогда ее очень сильно любил. Не стал бросать. Хотя хотел детей. Одно только было неприятно, что она мне врет. Это вообще тогда очень сильно повлияло на меня. Да, я скрывала. Ну, иначе бы он просто на мне не женился. Он детей любит. Но вот я ему и подыгрывала всего семь лет. А он, оказывается, уже все узнал. И врачи у нас, а? Никакой врачебной тайны. За деньги все что угодно расскажет. Стало понятно, что дело идет к разводу. На следующий день Алина решила проконсультироваться у адвоката, есть ли у нее шансы отсудить часть имущества, несмотря на брачный контракт. Ответ адвоката оказался неутешительным. И домой она вернулась расстроенной. Алина Борисовна. Отстань. Алина Борисовна, полиция приходила. Ну и что? Сергея Евгеньевича увезли. В смысле? Ну, говорят, улики. Какие улики? Вот. Ну и что? Это машина Сергея, и что? Ну, а вот время, видите? Ну, что время? Это от нас поворот. Получается, что он выехал в 9.25. А говорил, что в 8. То есть в 9 утра он еще был дома. Они считают, что да. А еще они были у соседей, опрашивали их. Так вот, те слышали крики. Как раз часов в 9 утра. Ну и что? Ну, в общем, они видели Сергея Евгеньевича и Марину. Ну, видели. Да что? Ну, там сквозь окна не очень хорошо было видно. Ну, все разглядели. Да что разглядели-то? Ну, что он ее ударил или толкнул. О, Господи. А еще у нее в телефоне нашли СМС-ки с угрозами. Ну, что он угрожает ее убить. Не может быть. Да я тоже не поверила. Ну, вы вообще знаете, Сергей Евгеньевич ругался с Мариной в последнее время. Очень сильно ругался. Ну, я, конечно, полиции этого не говорила. Ну, я боялась ему навредить. Ну, молодец. Я все правильно сделала? Угу. Привет. Это я. Ну, что, как дела? Все нормально? Купил? Да, похоже, обстоятельства немного изменились. Да. Я думаю, что удастся все скрыть. Все скрыть, понимаешь? Ну, понимаешь, о чем я? Алина Борисовна. Ты что здесь делаешь? Да я просто... Ты что, шпионишь за мной? Нет, что вы. Я насчет обеда зашла узнать. Пошла отсюда! Весь день телефон Сергея не отвечал, и Алина начала думать, что его действительно арестовали. Но поздно вечером Сергей вернулся домой. Ты где был? Полицит. А Мария сказала, тебя арестовали? А, нет. Ты допрос возили. Пять часов мурыжили. Всю душу выну. Маша! Маша! Да, Сергей Евгеньевич. На ужин накрывай. И в ванну налей. Сейчас, Сергей Евгеньевич. Так значит, в девять утра ты был дома. Ну да. Это ты ее? Ты что, еще дура? Соседи видели. Что они видели? Что я пощучину дал? Ну, довела она меня и смазал. А потом извинился. И вообще, я уехал в полдесятого. Ну, а ментам-то зачем сказал, что в восемь ехал? А я испугался. Они же сказали, что в это время ее стукнули. А это не я. Я вообще в этот бассейн не ходил. И они тебе поверили? Нет. А я дал подписку о невыезде. Адвокату позвонил. И нотариусу. Так что он приедет завтра, буду оформлять имущество. На Матвея. Полдома и бизнес. А бизнес, значит, не мне. Во-первых, меня еще не посадили. А во-вторых, я тебя тоже не обижу. Спасибо, дорогой. А вообще, он всегда был жадный. Денег всегда впритык давал. Так только на вещи. И за каждую копейку требовал отчитываться. Даже брачный контракт мне подсунул, когда я молода была. Двадцать два года подписала по глупости. На следующий день неожиданно приехал следователь. Он сказал, что ему нужно с глазу на глаз поговорить с Алиной. Она пригласила его выпить чашку чая. Алина Борисовна, вы ведь знаете, что мы говорили с вашими соседями? Да, я знаю. Они дали показания против Сергея. И вы им верите? Я уже не знаю, чему верить. О, похоже, ваши отношения с мужем дали трещину. Да, когда-то идеальная семья. А теперь все рухнуло, все рассыпалось, Леонид Петрович. И жизнь, и отношения, и семья. Как там эта девушка Марина? К сожалению, пока еще в коме. Давайте-ка лучше к делу. В день покушения ваши камеры не работали. А вот камеры соседей работали. Алина Борисовна, ну вы не волнуйтесь. Маша берет. Мы посмотрели видеозаписи, и одна из камер захватила часть вашего забора. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это ведь вы? Это было накануне покушения. Если быть точнее, в семь часов вечера. Да, это мой дом, и я имею право проникать в него любым способом. Ну, нам-то вы сказали, что были в Италии. Мы проверили информацию. Вас не было ни на одном из миланских рейсов. Вас не было и на других рейсах. А по данным пограничной службы, вы вообще не покидали страну больше месяца. Что скажете? Ну, это семь часов вечера. А ее ударили в девять утра. Ну и в чем дело? Да дело в том, что вы нам сказали, что были в Италии. А еще свой собственный дом вот таким странным образом проникли. Кстати, через минуту в доме загорелся свет. Вот это что за комната? Кабинет, Сергей. А ваш муж и любовница были в доме? Нет, в доме никого не было. Интересно, а вы, похоже, из дома не выходили? Ну, почему же не выходила? Походила через главные ворота. Камеры были отключены, и охранника не было. Ну, так чего же скрываться-то? А эта часть стены, похоже, в камеру не попадает? Не попадает. Это мертвая зона. Ну, вот видите, как вы все изучили. И лестница у вас есть, чтобы в дом проникнуть. И стена не попадает в камеру. Похоже, вы уже не первый раз так домой проникаете. Может, как-то объяснить? Мне нечего объяснять. Хорошо, тогда я вам объясню. Не были вы в Италии. Вы жили у своего любовника, инструктора по фитнесу Алексея Корничука. Через два дня после вашего такого таинственного проникновения домой, то есть на следующий день после покушения, Корничук купил себе автомобиль стоимостью 5,5 миллионов рублей. Вопрос. Откуда инструкторы по фитнесу такие деньги? Может быть, это вы ему их дали? Как плата за услугу? За убийство любовницы вашего мужа? Вы же ему и сообщили код от сигнализации, рассказали о камерах. Ну, что теперь скажете? Мне нечего вам объяснять. Хорошо. Завтра приходите ко мне на допрос. Приходите лучше с адвокатом. После этого разговора Алина понимала, что положение серьезное. С точки зрения полиции, ее действия выглядят очень подозрительными. Алина вышла в сад, чтобы спокойно все обдумать. Но оказалось, что там ее поджидает Сергей. Он был буквально белым от ярости. Не были вы в Италии. Вы жили у своего любого. Инструктор по фитнесу Алексей Корнецов. Ты поставил диктофон на кухне? Очень мило. А я и сейф проверил. Там кучи денег не хватает. Ты как код узнала? Смотрела. И давно ты деньги таскаешь? Давно. Это значит, вы ее и хотели убить. Говори. Ну, нафига мне твоя Марина? Я даже ничего не знала. Просто Леша заказал машину из Германии. Нужны были деньги. Твоя секретарша сказала, что у тебя совещание. Ну, я поняла, что дома никого нет. Вот и залезла. Я устала. Устала ты! Ты! Теперь мне все понятно. Значит, это вы ее и ударили. Ударили. А может быть, ты ударил? Кто эсэмэски-то с угрозами писал? Я ее просто ревновал. Ревновал? Вот и убил. Ты гадина! Да это ты ее убил! Ты ее убил! Что ты, тварь? Что ты на тебя всю молодость потратила? Чего я тебе платил? Хорошо, твоя молодость только не стоит. Кошка ты драная! Ну, что ты платил? Эти копейки? Что, думал, шубками откупиться? Чтобы уже завтра тебя здесь не было. Да, чтобы тебя на Колыму отправили. Вот, сука, любовника на мои деньги содержала. А передо мной разыгрывала оскорбленную жену. Я тогда подумал, в порошок сотру. Голая пойдет, воронеж свой, пешком по рельсам. А вы знаете, я вдруг успокоилась. Правда, открылась. Мне не надо было больше врать. И стало значительно легче. Но вы бы видели его лицо. Это было нечто. Впервые за эту неделю Алина спала, как убитая. И к завтраку вышла в боевом настроении. Зато Сергей был чернее тучи. Десять часов проспала. Надо же. Я тебе сказал, выметайся. Тебе что, силы выкинуть? Дай позавтракать нормально. У тебя есть десять минут. Чтоб через десять минут твоего духа здесь не было. А там сейфа? Чего? Там сейфа? Ну, если ты еще не заметил. Еще кое-что пропало. Да-да. Бумаги твоего Петрова. Я так понимаю. Я вот только сейчас думаю, а куда мне их пристроить? В следственный комитет? Или на телевидении? Да что, господи. Дура, ненормальная. У нас просто убьют за эти документы. А мне плевать. А заодно и твоему Петрову достанется. Что ты хочешь? Ну, я хочу трехкомнатную квартиру в центре. Косметологический салон. Слое. Я там пару адресов уже подобрала. Можешь выбрать. Это все? Ну и само собой там. Драгоценности, меха, машина. Это само собой. Хорошо, я все это выполню. Не дай бог, я узнаю, что это вы ее. Слушай, не ломай комедию. Сам это ты ее, а теперь на других валишь, да? Сука, ты такой! Там следователь приехал. С волнованой какой-то. Наверное, что-то случилось. Я сразу подумал, что Марина очнулась. И что сейчас все откроется. Я подумала, она или умерла, или в себя пришла. А значит, она вспомнит убийцу. Уже через минуту все обитатели дома спустились в прихожую. Следователь выглядел очень смущенным. Здравствуйте. Здрасте. Алина Борисовна, Сергей Евгеньевич, Мария. У нас открылись новые обстоятельства. Марина Никифорова очнулась. К счастью, травма, полученная ей, не принесла серьезного вреда. И она все вспомнила. В то утро, перед отъездом, она решила искупаться. Разделась, пошла в бассейн. Там было скользко, и она подскользнулась. Экспертиза показала, это был несчастный случай. Ее никто не бил, не толкал, она просто подскользнулась. Несчастный случай? Да. Сергей Евгеньевич, мне нужно с вами поговорить наедине. Говорите. Хорошо. Марина к нам обратилась с официальным заявлением. Она утверждает, что собирается выйти замуж за своего бывшего одноклассника. Но боится вас, Сергей Евгеньевич, потому что вы ей угрожали. Она представила документ, из которого следует, что ее сын был рожден не от вас, а от ее будущего мужа. Мне к вам просьба. Вы нас уж избавьте. Держитесь от него подальше. Хорошо? Ну вот и договорились. Ну а в целом, я рад за вас, что все прояснилось. Так что ведите себя хорошо. Ну, до свидания. До свидания. Дорогой, дорогой, ты как? Милая моя, что ты такой бледный, а? Сереженька, ну ты не волнуйся, не волнуйся. Главное, что мы вместе, мы семья. Правда? Маша, измерьте ему давление. Через месяц Сергей и Алина развелись. Алина получила трехкомнатную квартиру и косметологический салон. И вскоре вышла замуж за фитнес-инструктора Алексея. Домработница Мария родила Сергею мальчика и девочку. Детей он признал и хорошо обеспечил. Марина вышла замуж за своего одноклассника. Светлана все еще надеется окрутить какого-нибудь олигарха. Пока безрезультатно. Прокурор Петров получил очередное повышение по службе. Светлана все еще надеется окрутить какого-нибудь олигарха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова